Добрый день, друзья! Как настроение? Как вам погодка? Закончилось бабье лето, наверное, такое позднее бабье лето в этом году было. И начались теперь сезон дождей. Вот так постепенно, потихонечку, и приходит осень. Но для тех, кто меня не знает, я Ольга Андрецова. Да, мне 66 лет. Я амбассадор Академии «Успех вместе». Мне это очень нравится. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится получать системное обучение, за которое я не плачу ни копейки. И это вот, знаете, как раньше мы в школу ходили. Мы же за это не платили, правда? Учебники нам выдавались бесплатно, да? Ну, тетрадки там, может быть, маму покупали, да? А в основном мы получали те знания, школьные знания, мы получали совершенно бесплатно. Нас учили азам. Учили, как правильно писать буквы. Учили, как правильно произносить эти буквы. Нас учили многому чему. И мы это все получали в дар. Правда, мы этого не понимали. Мы не понимали, что от нас требуют. От нас требовали что? Чтобы мы постоянно, регулярно ходили на уроки. Чтобы не пропускали мы эти уроки. Чтобы мы впитывали те знания, которые нам давали учителя. Добрый-добрый день, Гульфира! Я жду своего гостя. Он обязательно придет. Пообещал. Вот. И что же получилось? В итоге мы учились, сколько? Ну, кто 8 лет, кто 10 лет. Последнее время 11 лет учатся. И мы впитывали в себя вот эти вот знания, которые нам давали учителя. Мы потратили всю молодость и всю юность на эти знания. И что в итоге получили мы? Мы получили азы жизни. Мы научились читать. Мы научились писать. Мы научились считать. Мы научились... Ну, кто-то физикой занялся, кто-то химией. То есть какие-то азы каких-то наук. И на все вот на это, для того, чтобы узнать вот эти азы, нам понадобилось вот, я говорю, от 8 до 11 лет. Ну, а потом пошли институты, пошли еще какие-то обучающие курсы. В итоге мы вышли. Мы закончили этот период. Мы пришли работать. И когда мы пришли, начинается трудовая деятельность. Что первое слышат все? Забудьте, чему вас учили. Ну, я про всех не могу сказать. Но конкретно я, когда пришла работать в школу, мне сразу сказали, забудьте. Начинаем заново. Вот так вот я пришла к своему... Начала свой трудовой путь. В итоге каждый день я ходила на работу. Я изучала вот эти вот какие-то тонкости, да, подход. Все тому, чему нас научили. Так, что-то... Так, секунду подождем. Что-то сказал мой гость. Так. Вот так. И в итоге все началось по-новой. И когда к концу своей трудовой деятельности я вроде бы стала уже профессионально вести, да, свою работу. Работа с детьми профессионально. Я научилась общаться с детьми. Я научилась чувствовать их. И вдруг к моему трудовому стажу пришел конец. Меня отправляют на пенсию. Но я же еще могу. Я же чувствую, что я профессионал, и я могу работать с детьми. Так почему же меня на пенсию отправляют? Да потому что пришла молодая поросль. Они подошли. И им пора уже, оказывается, вот эту вот эстафету передавать. Вот так вот нас отправляют на пенсию. И когда мы приходим на пенсию и сравниваем свою жизнь, мы же вроде бы умные такие. Мы же все вот такие вот ого-го какие. И оказывается, за бортом жизни мы, да. И получается, что почему пенсионеры, ну как бы... Да, я была в младших классах, да. Да, Иван, именно так. И пенсионеры вроде бы как бы и нормальные. Молодой он еще пенсионер, да. Но они уходят из жизни рано. Да потому что люди не могут справиться с тем грузом, который... Представляете, вот он чувствовал, что он нужный. И тут вдруг он сразу стал не нужный никому. Это шок просто для людей. И люди поэтому, ну, быстро уходят из жизни. Вот, мой гость пришел. Круто! Вот сейчас я своего... Пожалуйста, Сергей, попроситесь ко мне. Сейчас попробую, может быть, получится. Сегодня я пригласила такого человека, крутого. Просто, просто потрясающий человек. Во! Благодарю, Сергей. Он спешил, он очень спешил, он очень занятый. Сейчас присоединится. И поэтому вот я рассказывала вот этот жизненный путь. Я очень рада, Сергей, что вы успели. Ветер, привет. Я тут пока вступительное слово, каким образом мы получаемся выкинутые из жизни, то есть проходим вот обучение, вот это вот, вроде бы учимся, а замучимся, а в итоге, оказывается, мы никому не нужны. То есть каким образом мы приходим в академию, каким образом мы приходим вот к этим мыслям, что менять мышление надо. Вот это вот мое вступительное слово было. Вот. Пока Сергей там готовится, я сейчас дальше закончу свою мысль. Ох, какие щеки красные. Видно, бегали. Я на велосипеде сейчас проехал 15 километров, просто по делам носился. Поэтому все, бегом-бегом, бегом в эфир. Надеюсь, что у меня будет достаточно электроэнергии в моем телефоне. Давайте перейдем к нашей теме. Я очень рад, Ольга, благодарю вас за то, что пригласили в эфир. Всегда для меня эфир – это праздник, потому что я понимаю, что я могу что-то отдать. Я живу по принципу «все, что отдал, твое, что сберег потерял». Поэтому ничего не жалею, «все, что есть, отдаю». Задавайте вопросы, поговорим на злободневные, важные для вас темы. Обязательно вопросы. Первый вопрос. О себе расскажите. То есть сколько лет и ваш путь становления. То есть, ну, наверное, кем работали и каким образом вы пришли в академию. Потому что ваша история очень интересная. Я за вами наблюдаю не только в Ютубе, но и наблюдаю вообще, вот, где вы ходите, ваши шаги. Вот, история вообще потрясающая. Я всем уже говорю, смотрите, как у Сергея. То есть человек искал, искал и в итоге вернулся. Это первый будет вопрос. То есть меня интересует все, что связано с вашим мышлением, с вашим становлением. Так и, ну... Тогда с него и начнем. Тогда с него и начнем. Чтобы у меня в голове не путалось ничего. Ну, во-первых, мне 56 лет. Вот. Из них 24 года я работал на дядю. В 19, в 21 год я когда пришел с армии, а я устроился на завод простым слесарем-сборщиком электротехнической аппаратуры. Паял, собирал детали, получал удовольствие. Вот. Там же у меня появилась супруга, и мы заключили брак. И вот потом пошло... Она восстала первая проблема, где жить. И приходит возможность, мне говорят, Серега, пойдем, у нас есть МЖК. Молодежный жилой комплекс, можно зарабатывать, как бы себе квартиру, вкладывает завод, а ты просто идешь и работаешь. Увольняешься на год и работаешь на стройке. Многие люди сказали, нет, не надо, это все фигня, в это не поверят, тебе никто не даст, у тебя там, ты живешь с родителями и так далее. Ничего дали. Дали возможность. Я выписывался от родителей, прописался у бабушки, у другой, подал заявление, была комиссия, рассмотрели, дали возможность. И через практически сразу же я уволился и пошел работать на стройку. Работали на стройке день и ночь, работали до часу, до двух ночи. Я приходил домой, засыпал с ложкой во рту. Но, тем не менее, через полтора года у нас была своя квартира, однокомнатная, своя, собственная, это класс. Это был старт жизни. Тогда я понял, что надо всегда говорить с шансом жизненным «да». Всегда говорить «да». После этого у меня была интересная очень работа. Я перешел в отдел общей техники, это «белые воротнички». Я стал руководителем конструкторского бюро. У меня стала возможность ездить по городам и заключать с людьми соглашение о конструкторской проработке, внедрение на ТЭС, ГРЭС. И я проехал по России. И можно было сказать, кто я, такой маленький, что я умею, что я могу, мне сидеть спокойнее здесь в офисе. Но, тем не менее, я пошел на это. И практически мои доходы возросли многократно. И потом я стал руководителем отдела вообще, вот этого отдела. И потом стал руководителем отдела продаж на большом электромеханическом заводе. Но там было такое время, завод из социализма делал все такое топором, значит, как бы ненужно, несоответственно рынку. Я пошел работать в коммерческие компании. Сначала просто менеджером, потом руководителем отдела снабжения, потом руководителем отдела сбыта, потом руководителем магазина, а потом руководителем филиала крупного холдинга. У меня в подчинении было 117 человек, да. И вроде бы все хорошо припеваючи. Кредиты пошли, пошли там машины дорогие. Вроде бы все так, все же жизнь дает. И вдруг, бац, кризис. 2008-2009 год, увольнение. Директора филиала крупного холдинга уволили в один день. И меня и еще 23 директора в других регионах. Что делать? У меня уже было обучение MBA, образование. И что я пошел, естественно, мои друзья пришли и сказали, Серега, давай открывать свою фирму. Давай создадим, значит, компанию «Здоровый бизнес». Будем привлекать сюда тренеров из Москвы и обучать местных руководителей бизнеса, фирм, компаний тому, как поднимать бизнес. И я начал, как руководитель отдела продаж, собирать такие семинары, собирать такие компании. Один раз я собрал 2 июля 36 руководителей. Мне сказали, такого не может быть. Это было crazy, потому что лето, отпуска и так далее. Я говорю, а я не знал про это. Просто брал трубку и звонил. Надо было то, что сейчас мы делаем в нашем бизнесе. Самый эффективный способ – это просто прямые коммуникации. Привет, здравствуй, добрый человек и так далее. И тогда я научился, как собирать семинары, как заниматься бизнесом и как продавать. Потому что один из моих любимых тренингов был «Искусство продаж». Или по-другому он назывался «Невероятные продажи». Я в него прошел 3 раза сам, а потом стал его проводить, потому что я влюбился в это дело. Сегодня я тренер, я эксперт по продажам. Я сегодня помогаю, как создать продажи в бизнесе, в любом, в сетевом, в бизнесе продаж, в бизнесе коммуникации, в бизнесе инвестиций. В любом бизнесе, в традиционном бизнесе, любой бизнес – это продажи, любой бизнес – это коммуникация одного человека с другим. И вот здесь самая большая пропасть. Люди боятся общаться друг с другом. Я обучаю, я помогаю это делать. И поэтому мне это невероятно нравится. Ну, в 2011 году мне позвонил один мой хороший знакомый, потом стал хороший, а до этого он был спамером. Просто мне кидал всякую фигу, всякую фигу кидал, зайди, посмотри, одно, другое, третье. Его он в очередной раз мне присылает, посмотри это внимательно, вникни. Ну да. Ну ладно. И потом он мне вечером звонит, Сергей, ты посмотрел мою информацию? Я говорю, нет. Он говорит, а почему? Я говорю, так ты мне каждый раз всякую хрень шлешь. Почему я должен смотреть? У меня свой план в жизни. Почему я должен это смотреть? И вот тут он сказал ключевую фразу, он сказал, Сереж, прости меня, пожалуйста, за все, что было раньше. Сегодня я тебе дал то, что может изменить твою жизнь. Он так сказал, как будто мне руку на сердце положил. Он сказал, это может быть очень важно для тебя, может быть очень полезно. Зайди, посмотри, разберись, попробуй. Я зашел, и я увидел потрясающую информацию, потрясающего Олега Григорьевича Пермякова, который стоял, опираясь на свою BMW X5, и говорил, я люблю машины, я люблю топливные технологии, и все, кто из вас сегодня хочет зарабатывать деньги, зайдите, разберитесь, потому что мы можем принести пользу экологии, пользу миру, пользу вашему кошельку и пользу вашим машинам, потому что они будут ездить длиннее путь, у вас будет каждый пятый бак бесплатный. Мы не поверили, но я разобрался и зашел. И я стал партнером этой компании, а потом за мной зашел только сам спонсор, потому что у него не было денег. Я когда зашел, купил продукт, у него бонусы пролетели мимо и баллы пролетели мимо, и он переживал, и он подписался в этот же день. Но смысл заключается в том, что через год у нас была система примерно такая же, как Академия успехов мести, там система была в интернете. Через год я стал зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Я поехал через год на такой вот тренинг специальный в Киеве на сцене. 600 человек стоя стояли, когда я пел песню «Я свободен!» И я словно пицца в небесах. Это был мой день рождения. Это был не только день рождения, это был как бы день рождения уже вот моего такого состояния, когда я чувствовал, что все получилось. Потом получилось так, что мы с Андреем Артурычем познакомились в этом же бизнесе, именно в компании FFI. Мы тогда подружились, мы тогда объединились, мы начали вместе собирать стадионы, собирать дворцы культуры, проводить вместе мероприятия, соревнования. И там у нас просто пошел невероятный... А потом так получилось, что наш руководитель из Англии нас подвел, перетащил в другую компанию, а она не состоялась. И у нас все развалилось, все разрушилось, и мы как бы вообще попали в состояние диких проблем. И тогда мы с Андреем расстались, он пошел своей дорогой продолжать. Мы с ним уже создали успех вместе. То есть он создал тогда, да? Вот система уже была, да? Мы тогда ее создавали в сентябре 2012 года, как электронную версию уже, потому что как академия его система обучения, она существовала уже много лет. Но как электронную версию, которая реализована сегодня, как мы говорим про робота, то есть она начала появляться тогда. И потом мы разошлись с Андреем, я вернулся в ту компанию топлива, в которой был, а Андрей начал развивать свое, собственно, вот это направление успех вместе. Ну, я видим, что с Андреем произошло за это время, тоже были взлеты и падения, но сегодня этот человек стартовал вот так вот. А у меня было очень много и взлетов, и падений. То есть у меня было, когда я и 10 тысяч долларов зарабатывал, и 2 тысячи долларов, и 0 долларов, и когда я попал, и мы купили тогда с ним автомобили, и я попал в очень тяжелую ситуацию по кредиту, и потом, чтобы его выплачивать, пришлось взять второй, чтобы их выплачивать третий, четвертый, 9 кредитов, банкротство, 6,5 миллионов долгов, и 3 года вот эта вся тягомотная ситуация, когда тебе звонят, когда ты не спишь, когда ты не ешь, когда ты находишься в стрессе, когда ты ищешь себя, все время что-то ищешь, но не можешь найти. Да, 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 знакомо, знакомо такое. Это разрывает, ты постоянно вскрыт, у тебя давление, это прямо вот не дай бог кому-то пережить. Ну, слава Богу, добрые люди всегда есть, и мы с Андреем восстановили отношения, я первый позвонил, хватило мудрости, ума, вы знаете, есть такая тема, как избавиться от драматических треугольников, как восстановить энергию, это просто вернуться в состояние, где ты когда-то был жертвой, и попросить прощения у того человека, и восстановить отношения, поблагодарить его за всё, и сказать, я тебя люблю, я тебя благодарю, прости, прости, ну как бы. Это очень важно. Что я ума хватило, сделал эту технику, эту практику, и я был поражён, как обрадовался Андрей, как обрадовался другой наш партнёр, и как после этого всё изменилось. У меня после этого начали оформляться банкротства, после этого я освободился от этого эго, иго, и я после этого стал более свободным. Ну и слава Богу, всё-таки я продолжал свой бизнес, искал себя, и я работал и на земле, и своё маркетинговое агентство создавал, по чаду потом, и занимался и страховым компаниями, то есть я всё время что-то искал. Знаете, как есть такое... Ну да, 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 да. И кикает такое состояние найти себя. И вот я его искал, 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 но я всё время наблюдал за Андреем, я всё время наблюдал, как он развивается, как он меняется сам, как меняется его команда, как она растёт, как люди покупают машины. Если я ушёл куда-то в дикие минуса, то здесь люди взлетают. Я понимаю, что он создал что-то такое, твёрдое, на что можно опираться. И я всё время поглядывал. Я всё время поглядывал, а в мой день рождения мы были с супругой на Байкале, в нашу любимую Анастасию заехали, и я смотрю, стоит машина Андрея. Думаю, господи, как давно наши машины не стояли вместе. И встал рядышком с ним. Ну и пошли покушали в ресторане, чай попили. Ну и в общем, думаю, было бы здорово с Андрюхой увидеться. Но не увиделись. А утром он мне звонит и говорит, «Аннокентич, разведка донесла, что ты тут рядышком был, чего не зашёл? Попили бы чаю, поговорили. А давай встретимся, а давай делать успех вместе». И это так как-то легло, что, наверное, я эти все годы, наверное, ждал этой фразы. Я говорю, а давай. И я приехал, мы по-братски обнялись, посидели, поговорили, и, в принципе, с тех пор мы выработали вот этот наш лозунг «Успех вместе – это круто, это моё». И сегодня оно действительно является отражением и моих, и Андрея каких-то внутренних жизненных каких-то ситуаций и отношений и к миру, и к бизнесу, и к самой Академии. И я понимаю, что глядя на вот эти тысячи историй успехов наших людей, на эти тысячи историй, которые рассказывают о том, как и они изменились внешне, внутренне, духовно, нравственно, как они стали богаче по всех отношениях. Я понимаю, что это кайф. Я понимаю, что я там, где надо. Я понимаю, что сейчас я на старте, новом старте. У меня энергия, слава Богу, энергия видения, слава Богу, опыта – море, желания – море. Все есть. У меня есть проблема большая. Это, ну вот, есть еще такая японская наука Сюцай, а там по дням рождения, вот я семерка 25-го родился, у семерок большая серьезная задача навести порядок в жизни, потому что семерки состоят от хаоса. Для этого мне надо заниматься кундалини-йога, для этого мне надо много ходить и ездить на велосипеде, и третье, надо заниматься дисциплиной, надо стать очень продуктивным. Дисциплина, правила, практика. И я сегодня внедряю в свою жизнь как раз принципы самоконтроля, принципы самомотивации, даже не самомотивации, а именно, как стать сверхпродуктивным. Вот у меня задача номер один. Вот если посмотреть на мою доску, здесь, может быть, видно, наверное, отсвечивает. Да, видно, видно, а? Поближе, поближе. Здесь, ну, я могу, конечно, сейчас выдернуть, ну, вот так, ну, сразу. Вот, то есть, здесь у меня программа 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, это структура, это список, а вот, вот колесо бизнеса. Вот, поэтому я, я стараюсь, стараюсь, стараюсь быть оптимальным, стараюсь оптимизировать все, что можно оптимизировать. Для меня это сейчас, ну, задача номер один. Говорю быстро, пока камера не села. Ну, я на первый вопрос ответил, кто я, от чего я. Ответили. Вот это вот, вот вы доску показали, это ваш план, который постоянно перед вами, о котором постоянно нам говорят, что, чтобы быть системным, чтобы делать по делу, записывайте, делайте все, ну, как бы вот, чтобы визуализировать это. Я правильно поняла? Вот эта доска, вот это и есть ваш план, да? Это мой план работы на август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это вот было на пять месяцев. Вот впереди октябрь, ноябрь, декабрь. Практически там весь исходящий поток, сколько надо сделать касаний с людьми, сколько надо провести переговоров, сколько из этих переговоров людей завести на деловую встречу, сколько после нее совершить вторичную там уже консультацию, сколько потом из них зарегистрируется, сколько из них купит пакет, и сколько из них сделает повторный пакет, и сколько из них сделает свои 2-2. Потому что если они будут каждый делать свои 2-2, у меня тогда автоматом будет мои 2-2. Конечно. Если будут каждый из них делать свои 3-3, у меня автоматом будет 3-3. Это уникальная система. Система супер вообще. Так, значит, вот и благодаря вот этому расписанию вашему, вашему плану, оно ведет вас к дисциплине, к порядку, к пунктуальности. Или как вот, я правильно понимаю это, да? Да. Что именно план, именно вот это вот вас ведет. Дисциплине может привести только 2 момента. Ага. Планирование. И подтверждение итогов, отчет. План, факт, план, факт, план, факт. На день, на неделю, на месяц, на полгода, на год. У меня с этим еще огромные проблемы. Я не говорю, что я герой, но я хочу этого. Я к этому иду. Я изучаю систему планирования, я изучаю разных лидеров, читаю книги, смотрю, разные инструменты для этого подбираю. Я ищу свою систему эффективности максимально. Нашел, внедряю. Вот. Ну и, конечно же, Андрей Артурович своими тренингами, своими знаниями помогает. Плюс, недавно он показал систему, которая, таблица, опять же, да, похожа немножко на это. Там, каждый день, что ты сделал? Сделал ты исходящий поток? Поставь себе там, по 3 балла, например, для каждого человека. Сделал ты, пригласил людей в академию? Поставь себе там по 5 баллов за каждого человека, посетившего. Сделал ты, например, значит, то, что, например, у тебя посетили люди, да, потом у тебя люди купили пакеты. Кто-то, ты сделал, например, 2-2. Вчера я закрыл 2-2. Я понимаю, что за все себя надо, как бы, благодарить, надо себе ставить плюс, надо говорить, ты молодец. Потому что, если ты что-то сделал хорошо, это надо увеличивать. Если будешь концентрироваться, в плохом, то будет плохо. Вы знаете, самый главный закон жизни, буквально, вот на днях услышал, меня он просто поразил, дополнительный закон, который я еще не слышал никогда. Ага, взелитесь быстро. Вселенная всегда говорит, да. Круто! Записываю. Точно. Если ты сомневаешься, она говорит, да, ты не готов. Если ты думаешь, я маленький, она говорит, да, ты маленький. Если ты говоришь, у меня все получится, она говорит, да, у тебя все получится. Если ты говоришь, я стану долларом миллионером, она говорит, да, ты станешь. А если она, ты говоришь, блин, что-то я еще мало знаю, мне еще не готов, мне надо вот еще потренироваться, еще почитать книжки, еще на тренинги походить. она говорит, она говорит, да, да, иди, ты еще не готов. Вот удивительный закон, просто фантастика. И я понимаю, что вот Маргарита Васильевна нам рассказывает каждый раз, что каждый из нас живет в своей реальности, даже не в своей реальности, а в своей иллюзии, которую мы создаем. И мы ее развиваем каждый день. Так вот, мы можем эту иллюзию, эту иллюзию каждый сам создавать. Моя иллюзия такая, я долларовый миллионер, я на коне, я на BMW X5, я на круизном лайнере, я на Крузенштерне, в кругосветном путешествии со своей командой. Я сегодня нахожусь там, где вся большая команда, я совершаю свою жизнь, как кругосветное путешествие по своей международной команде в разных городах стран. Вот. Классная иллюзия ваша, вообще фантастика. Присоединяюсь. А кто мешает? Ну, Вселенная всегда говорит, да, если я сейчас скажу, что что-то другое, она опять скажет, да, вот, и зачем мне это надо, я там уже был, поэтому не хочу. Вот, тем более есть опора, есть взлет, есть локомотив, который тащит так, что только успевай колеса прокручивать, иначе будет жестко проздить. Поэтому у нас с Андреем это ракета, и его трансформация, то, что произошло с ним за эти 10 лет, я просто поражал. Самое главное, о человеке смотрят всегда по трем параметрам. на 10% смотрят, кто он, на 10% смотрят, что он делает, и как он делает, и процентов на 60% смотрят на то, зачем он это делает. Вот, а в сердцах у людей отражается, зачем. если он говорит, я не могу этого не делать, потому что я хочу изменить мир, хочу помочь людям, это отражается, это резонирует. И люди говорят, да, да, я хочу, мне это надо, мне интересно с тобой, я хочу быть с тобой, я иду с тобой. Вот оно все и работает. Вот и все. Супер. Отлично ответили вот на этот вопрос, вы его так раскрыли, вообще класс. Я очень рада, я просто счастлива, что вот действительно вы приняли мое предложение, и у нас получилась с вами встреча. Это такая вот, я давно-давно за вами наблюдаю. Так, теперь второй вопрос. Второй вопрос теперь. Хватит у нас времени? Это не вопрос, это не вопрос. Наверное, хватит, но раз не отключается, значит справляется зарядник. Единственная просьба, три секунды, я попью водички. Хорошо, хорошо, хорошо. Вода, это необходимо, она нужна, потому что из воды мы состоим, и вода питает наши мозги. Поэтому воду обязательно надо пить. Я вот тоже поставила, и тоже пью. Второй вопрос. Значит, я поняла ваш путь становления, и каким образом вы нашли себя, и почему именно вы вернулись в Академию, и стали амбассадором. А теперь вот продукт. Сразу ли вы начали есть продукт, и что, получили ли вы результат желаемый, и как вы меняетесь? Вот такой. А продукты? Когда мы с Андреем встретились, он мне подарил сразу блистер, 15 штук. Это прямо открытие для всех. Не будьте жмотами, а подарите человеку 15 штук, тем более у меня был день рождения. Он подарил. Что мне оставалось делать? Начали, ездить это каждый день. Тем более он сказал, меня и завтрак убирай. Я убрал завтрак, у меня пошел минус 2 килограмма, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6. Супруга подходит и говорит, Сереж, ты знаешь, я вот сегодня смотрел информацию в интернете, нам надо, для того, чтобы иммунитет поднимать, надо купить чай с чагой. Я говорю, а зачем? Она говорит, что гриб чага очень хороший для иммунитета. Я говорю, ты знаешь, что я как-то пью чагу. А как ты пьешь чагу? Я говорю, так у нас в этом Лев 8 продукт, там гриб чага. Она говорит, да я тоже хочу. Я тоже хочу. Я говорю, давай. И в результате сейчас вот у меня где-то 190 дней, у меня вот есть ежедневник, там где-то 94 дня, практически у меня минус 10 килограмм. Было 90 с половиной, а сейчас 80 и 8. Ну, 9,8 килограмм. Я покажу, не стыняюсь, потому что у меня нет. Вот оно состояние. Классно. Здесь есть уже кое-какие кубики небольшие, минус 10 килограмм. Более того, на руках ушла экзема, которой было 20 лет. Начал работать желудочно-кишечный тракт. И были проблемы, потому что 56 уже, ну вот всякое бывает. Плюс у меня есть грустная история. Бабушка ушла по онкологии, по кишечнику. Мама ушла по онкологии, по кишечнику. Брат сейчас проходит химиотерапию по онкологии, по кишечнику. Я не хочу так. Поэтому я ищу, я читаю книгу антиракт, я смотрю знания. И вот это все, что я сегодня делаю, я делаю для того, чтобы продлить свой род, продлить свою жизнь. У меня очень большие планы, большие цели. И я не хочу пойти по этому пути, поэтому я делаю революционный подход. Поэтому я утром потребляю лет 8, днем я сегодня потребляю бикета. сегодня я увидел ролик, невероятный ролик где-то у нас в интернете, как парень, девушка подкидывает бутылку, ногой ее пинает, парень хватает эту бутылку, отрывает бикет, высыпает и запивает и побежал на тренировку. Я точно так же сделал. Я по-новому выпил бикета, я взял его, оторвал, высыпал в рот. Блин, как вкусно! А не стали разводить? Не стали разводить? Невероятно вкусно! Невероятно вкусно! Высыпал в рот, рассосал и потом запил. Блин, после этого я сделал 56 отжиманий, потому что мне 56, потом я сделал елку свою, зарядку, и я почувствовал, что этот продукт намного интереснее вот так вот пить. Я прямо увидел этот кайф. Вечером я пью Акселерейт, супруга пьет Акселерейт, Элев и уже бикета, у нее несколько килограмм, около 8-7 килограмм уже она схуднула. Увидели друзья наши, которые все время за нами наблюдают. Сначала сказали, Серега, тебе не поверим, вот посмотрим на результаты Наташи. Мы к ним приехали в гости, мы даже ни слова, ничего не говорили, они говорят, дайте нам ваш продукт. То, что у Наташи произошло, это прям прикольно, это работает, дайте нам. К ним уже купили 4 пакета, вчера 5 пакет купили, потому что работает продукт, им самим нравится, лучше давление, лучше энергия, и желание есть, построить и так далее. То есть, я с точки зрения продукта потребляю, мне очень нравится. И мне дает он хорошую энергию, у меня было давление 150-160, еще мы когда с Андреем ночами работали и строили вместе в 19-13-м году. У меня тогда я два раза лежал в больнице с давлением, потому что ночные вот эти все бдения очень тяжело даются и пить груз. Ну и практически я начал, когда пить ЛФ-8, у меня нормализовалось давление, я долгое время не смотрел, даже не мерил его, потому что чувствую себя хорошо, бодро. сейчас очень много стало ночных опять мероприятий, поэтому я стараюсь, как Андрей меня приводил на тренинги, я стараюсь в 9 часов лечь спать, в 9 или в 10, в 12, например, у нас начинается тренинг, все, я уже встал, я до 6 часов, он нынче мне Андрей пишет, Серега, ты что не спишь? Ты что-то возбудился так, что ли? 6 часов ты не спишь, а мы с ним переписываем. В общем, очень интересная какая-то такая волна жизни пошла и я понимаю, что очень многие не верят, очень многие думают, что мы там crazy, а я всегда отшучу, если говорят, знаешь, да, мы такие, нам психом, надо держаться вместе. И точно. И все, и скучим, смеемся. Очень многие друзья еще наблюдают, параллельно идут, смотрят, не потребляют, не спрашивают, не пробуют, стесняются. Брат родной говорит, я говорю, Саня, ну у тебя энергии нет, ты, после химии, после всех этих, я же вижу, как ты сдаешь, я тебе могу помочь, он говорит, так ведь это же втянешься, там надо будет каждый месяц покупать. Я думаю, блин, насколько вот у людей маленькие взгляды, как в танке, да, и какие маленькие мозги, то есть, ну, ведь один раз живем, на что? Мы лучше потратим наше время на склоки, на боевики, на ругань, на пиво, на водку, на курение, на наркотики, на ссоры, на месть, на ненависть, на что угодно, но только мы не понимаем, что жизнь одна, и глупо ее тратить, надо потратить ее на медитацию, на молитву, на помощь людям, на добро, на то, что мы можем просто нести свет радости, вот как в притче недавно было у Салат, один приходит к мужчине, к мудрецу и говорит, скажи мне, пожалуйста, почему я такой бедный? Он говорит, да потому что ты не практикуешь щедрость, а как я могу практиковать щедрость, если у меня ничего нет? Он говорит, у тебя есть как минимум пять моментов, которыми ты можешь делиться, но ты этого не делаешь. Он говорит, а что у меня есть? Он говорит, у тебя есть глаза, ты можешь глазами дарить людям внимание, ты можешь дарить им любовь, У тебя есть уши, ты можешь слышать, что говорят люди, ты можешь как-то реагировать на это, ты можешь им принести пользу, если они даже будут просто услышаны. У тебя есть рот, ты можешь говорить им такие добрые, хорошие, полезные какие-то слова, ты можешь ободрить человека, ты можешь поддержать человека, ты можешь похвалить его, комплименты ему. У тебя есть сердце, ты сердцем можешь дарить любовь, но ты этого не делаешь. У тебя есть руки и тело твое, которым ты можешь приносить людям пользу, но ты этого всего не делаешь, поэтому ты бедный. Поэтому вот и принцип, который я говорил. Всё, что отдал, твоё, что сберёк потерял. Чем больше отдаёшь, тем больше пользы получают люди, тем больше влияния ты имеешь в этой жизни и больше притяжения. Ну и слава Богу, да будет так. Отлично. Вы немножечко так опередили мой следующий традиционный вопрос. Что говорят близкие и родственники? Вы уже как бы его озвучили, что я правильно поняла, что друзья и близкое окружение не поняли и считают, ну давай-давай, иди, мы за тобой будем наблюдать. Вы немножко сказали, так это, да? То есть кто из близких вас поддержал? Слава Богу, меня всегда поддерживает моя супруга Наталья. Она всегда за мной, всегда со мной. Она мне доверяет, ты говоришь, взрослый мальчик, ты сам знаешь, что надо делать. У вас свои игры. Тебе опять захотелось эгегей? Ну давай, эгегей. Нурсултан? Ну значит Нурсултан. Буду ждать, буду терпеть. Что делать? Но тем не менее, шансы, которые я всегда рассказываю, всегда воспринимаются. Дочка с пониманием. Ну, брат, как бы так, очень настороженно. Друзья, часть друзей уже сегодня потребляют, я говорю, пять пакетов уже купили. Часть друзей все наблюдают и смотрят. Мы с ними общаемся, мы с ними гуляем, мы с ними купаемся, мы путешествуем вместе. Но они не подключаются к программе, они просто наблюдают. Они записывают со мной ролики, они кричат успеть вместе, но они не пользуются продуктом. Ну и я это принимаю, потому что, ну, не каждому это надо, не каждому это дано, и степень доверия у всех разная. И степень созревания разная. И любой человек может прийти к чему-то, если его, ну, как бы припрёт, подопрёт. Да не дай бог, пусть у них и так всё будет хорошо. Главное, что меня поддерживают мои близкие, и мне хорошо, мне комфортно. Я знаю, что когда-то, когда в 2011 году я начал заниматься топливным бизнесом, я рад, что Андреем сейчас эту тему по новой запускаем, я кайфую. И когда я начал этим заниматься, я сказал, девочки, вы знаете, мне надо год. Год меня, пожалуйста, не трогайте, я ухожу как в подводную лодку, я буду сидеть на балконе, у меня там кабинет я оборудовал, я там буду сидеть день и ночь, я буду работать, общаться с людьми. Всё, что от вас требуется, помощь, поддержка, где-то там питание, где-то еда, где-то замещение каких-то моих функций и так далее. Через год вы почувствуете результат. Ровно через год мы с ними полетели в Испанию на 14 дней. Мы жили в Италии, в Испании втроём. Мы оттуда слетали в Париж на сутки, ну, тоже вот так взяли по 1000 евро заплатили там, как бы, мы объездили, мы были, значит, во Франции, мы были, да, мы по южному побережью проехали, мы были в Испании, мы были там на Гаримон-Серат, ну, в общем, были в парк Авентура, то есть, а мы съездили в город к другим нашим друзьям, за 500 километров машину взяли в аренду, приехали к ним в гости, пожили у них 3 дня, подписали их в бизнес, провели там презентации, то есть я с этой целью ехал. То есть, фактически, я обещал, через год будет всё по-другому, и оно произошло. И когда однажды на сцене я выступал и представлял Андрея Артуровича, ну, мы там вместе делали розыгрыш и так далее, в зале сидела моя дочка и моя супруга. Ну, после этого мы вечером поехали в ресторан, естественно, повезли, вот у нас был этот, приезжал, Кайл Коуплинд с Америки, да, и Пол Харрисон с Англии приезжал, и мы с Андреем, ну, и наш актив. И мы сидим в ресторане в Ангарске, вот, и мне приходит смс. Я читаю, моя дочка, Дашулька, пишет, «Мне хотелось на весь зал кричать, это мой папа!» Ну, это же, вот, смотрю, у меня слезы ровутся, потому что вот, вот что это было. Вот сейчас, ну, долгое время, пока я был в банкротстве, естественно, никто такие слова не говорил. У меня есть сейчас шанс вот возродиться и доказать, и показать, и сделать, и я для этого готов просто рвать ими так. Ой, Сергей, у меня аж свежу прошибла. Я вот немножечко отступлю, скажу для тех, кто смотрит нас, и для тех, кто слушает нас. Вот сейчас Сергей прям чётко показал, что значит правильно уметь договориться с близкими людьми. дайте возможность, поддержите и не мешайте, и вы увидите результат. Это для тех, вот, кто говорит, «Ой, у меня муж не разрешает!» Ой, мне там... Вот этот ответ, вот для этих людей сейчас вы услышали из уст реального человека, реального героя, реального отца. То есть это не выдуманный отец, это реальный отец, реальная дочь у него, реальный, реальная жена. То есть вы его видите. Поэтому вот ещё раз, кто будет в записи слушать, прослушайте ещё раз. Вот реально, видите, всё показывает свою семью. Прослушайте ещё раз внимательно этот ответ. Как человек смог договориться, и ему помогали. И это действительно счастье, когда от своих близких слышишь вот это. Я представляю энергию и эмоции вашей дочери, которая хотела вот кричать. Это же... Это такое счастье, вот когда дети так говорят. Это же истинная получается любовь, правильно? Вот это истинная гордость за родителя. У меня, кстати, вот сейчас про Андрея, да, вот такая же гордость какая-то, что это я ученица его, это я в его системе. Вот когда говорят там, да, ой, он такой, а я в его системе. Вот такое же у меня ощущение, такие же эмоции. Так, ну это я немножечко отступила, прошу прощения. Так, и последнее такое напутствие нашим слушателям и тем, и зрителям. Последнее напутствие, что делать, если они пришли в академию, а у них ничего не получается, они ничего не понимают. Так, и... Ну и опять, что же делать? Вот я почему задержался, да, на 15 минут? Потому что у меня была великая честь и великая возможность пообщаться с нашим спонсором, с нашим наставником Маргаритой Васильевной. Пообщались с ней вот прям на улице, стояли и общались, разговаривали. Я на велике, а она вот рядышком. Вот. И почему я задержался? И мы как раз обсуждали работу с моими партнерами, работу с людьми и обсуждали один очень важный момент, что есть два пути, два составляющих нашего бизнеса и успеха. В любом случае наш бизнес, это бизнес MLM или бизнес вот нашей электронной коммерции, это бизнес эффективных коммуникаций. Это бизнес эффективно, как умеем договариваться. Мне повезло, я тренер по продажам, тренер по коммуникациям, я могу это делать сам, обучаю других людей. У меня есть тренинг искусства продаж, шесть уроков искусства продаж, на юбиле любой человек может зайти и пройти. Но у других людей этого нет. И поскольку, о, меня сейчас показывает 5%, скорее всего скоро отрубится. Значит, ну, на всякий случай, всем спасибо, кто был в этом эфире. Я думаю, что мы главное уже обозначили. Так вот, я хочу сказать, что люди не умеют общаться, и вот это свое неумение общаться пытаются спрятать за автоматизацию, за чат-боты, за рекламу, за что-то такое, что автоматом приведет к ним людей и сделает их богатыми. Этого не случится. Пока вы не начнете общаться с другими людьми, пока вы не откроете рот и не начнете зарабатывать. Я пишу книгу, как открыть рот и начать зарабатывать. Потому что я понимаю, что это проблема номер один. Люди не зарабатывают, потому что ничего не делают. Они думают, что они сейчас создадут инструменты, они сейчас пойдут обучаться на фрилансера, они сделают что-то, 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 и в результате приведут этот входящий поток людей. Нифига этого не будет, потому что входящий поток придет только на ваш исходящий. Включите добро, поздравили с днем рождения, начните давать людям благодарности. У меня есть программа «Тысяча спасибо». Я звоню человеку, который построил мост в Ангарске, я говорю, спасибо за то, что вы это сделали. Я звоню человеку, который внес какую-то благотворительность, я говорю, спасибо, что вы это сделали, вы сделали очень большое благо для мира. Я запускаю программу «Тысяча спасибо». Естественно, люди меня слышат, люди меня видят, люди понимают. А кто это такой? А что это? А, это Сергей. Ну-ка, надо зайти посмотреть, кто он и что он. И тогда они говорят, что давай пообщаемся, давай поговорим. То есть исходящий поток из вашего сердца, начните сдружить, общаться. Во-первых, надо восстановить отношения со всеми из вашего окружения. Я своим недавно дал партнерам команду. Восстановите, как минимум 10, позвоните сегодня человек и восстановите просто отношения. Ничего не продавайте. Уберите свои ложки с каши. Просто скажи, как ты, друг? Я давно по тебе скучал. Да, очень важно. Что у тебя происходит в жизни? Давай просто поговорим. Я знаю, что у тебя, у меня бизнес. Ну, это все уберем, да? Просто поговорим. Знаете, у Макаревича есть песня потрясающая. Давайте делать паузы в словах. Мы очень любим собственные речи. Из-за них не слышно никому, своих друзей на самой близкой встрече. Обожаю эту песню, пою под гитару. Вот, мысль такая, мы не умеем общаться, мы не умеем разговаривать, и поэтому мы не умеем ничего в этой жизни. Начните с себя, начните говорить, начните разговаривать, начните просто задавать людям вопросы. Потом эти вопросы, если вы начнете практиковаться, я коуч, профессионал, я сертифицированный коуч. Меня учили, как задавать правильные вопросы. Но все вопросы, которые мы задаем, должны привести к тому, чтобы человек задумался. Человек, если задумался, и он получил от вас какой-то импульс, он начнет думать, и он может вернуться, слушай, а что ты имел в виду? А что ты делаешь для того-то, для другого? То есть мы можем влиять на других людей, мы можем менять судьбу других людей, мы можем менять направление их мыслей. Мы, как знаете, мой бизнес эффективных коммуникаций, это как белье. Я шар, вернее, я скин, у меня есть шар, который я запускаю, моя задача, чтобы попал он в другого человека, а чтобы другой человек уже после касания с моим шаром полетел в лузу, куда надо. Если я попал, если я попал, все, он полетел куда надо. Если я промахнулся, он не попал куда надо. Но у меня есть возможность тренироваться. И я просто говорю сегодня, мы с вами работаем, как золушки. Перед нами рассыпано просо, пшеница, и мы просто берем и разделяем, это тысяча нет, это тысяча да, и все, мы просто делим людей, интересно, неинтересно. Все, чему у нас учится Андрей Артурович, это исходящий поток, письма любви. Вы знаете об Академии Успех Медии или нет? Вы слышали или не слышали? Вы знаете, что здесь можно исправить, поправить здоровье, восстановить здоровье и начать зарабатывать? Нет? Зайдите посмотреть. Вы слышали? Не знаете? Вам это неинтересно? Окей, хорошо. Вы знаете, работа с людьми это работа с возражениями. Да. Работа с возражениями, там есть один закон, который никто не знает, сейчас на этом точно кончится эфир, я, наверное, не успею его озвучить. Там есть самое правило, самое главное возражение надо уладить, не в нем, а в тебе. В себе. В том, что он, зараза такая, имеет право сомневаться, имеет право послать тебя, имеет право думать о своем, имеет право заниматься своими делами и относиться к нам как к идиотам, как к психам, как к дуракам, но он также имеет право и в нас увидеть наставника, он имеет право в нас увидеть коуча, тренера и ту надежду, ту звезду или тот корабль, те алые паруса, которые приведут его к его мечте. Вот и всё. Это надо понимать. Круто. Посмотри на себя в зеркало и скажи ему, я тебя благодарю. Сергей, супер! Люди пишут, что эфир наш удался. И я очень счастлива, на самом деле счастлива, что вы пришли, что мы с вами побеседовали. Я этого так хотела. Я знаю, что вы умеете на гитаре играть, и у вас есть отличная песня к нашей Академии. Я людей... Ну, потом можно ссылку на YouTube ваш, что ли, отдать, чтобы люди послушали, услышали. Ну, пару слов, пока у вас телефон ещё работает, или пару куплетов, что ли, из этой песни. Давайте я попробую взять гитару. Если получится, что получится, то спойду. Давайте. Вот с удовольствием жду вообще. Это круто! Это супер сегодня. Нам, ребята, так несказанно повезло, что Сергей успел. Видите, сколько он дел сделал. И с Маргаритой поговорил, и обсудил важную тему. И нам сейчас подарит вот свою песню. Песни у него вообще. Кстати, у Маргариты Васильевны я взял продукт иммуне для своих друзей, которые болеют. Понимаете? И всё. Они перечисляют деньги. Я оплачиваю ей своими внутренними. Таким образом, я ещё, допустим, сейчас 5 тысяч. Отлично. Отлично. Сделал конвертацию. Если ты в душе художник и поэт, можешь в жизни сам придумывать сюжет. Можешь в руки карандаши краски взять и картин в своей жизни написать. Пусть появится в ней свет и чудеса, пусть звучат людей хорошие голоса, пусть проявится во всю тепло друзей, пусть будет долго, что дня в сон в милотере. У меня выдернут шнурок, потому показывает, что преврат... Сейчас я воткну. Ага. Кто нас слушает, танцуйте. Пошёл заряд. У меня, оказывается, был выключен шнурок зарядника. О, ну вот. Включили. Нарисуй свою жизнь, как хочешь ты. Проживи свою жизнь, как хочешь ты. Создавай свою жизнь, как хочешь ты. Проживи свою жизнь, как хочешь ты. Если любишь ты свободу и простор, отправляйся в пути, разведи костёр. Пусть гитары не смолкают до утра, пусть на сердце будет громкая ура. А на утро флаг и парус поднимай, чудесам и счастью сердце открывай. Быть себе всегда свободным разреши. и сценарий своей жизни напиши. Напиши свою жизнь, как хочешь ты. Напиши свою жизнь, как хочешь ты. Создавай свою жизнь, как хочешь ты. Проживи свою жизнь, как хочешь ты. Если хочешь в этой жизни преуспеть, Надо быть полезным людям и гореть. Надо верить и Творца благодарить, Надо радоваться в ней, надо жить. Если хочешь жить, любить и побеждать, Не важно, что в 50 или в 25, Важно взять свободу для твоей, Важно дать свободу для своей мечты. Не принять свою жизнь, строишь ты. Нарисуй свою жизнь, как хочешь ты. Хочешь, напиши свою жизнь. Как хочешь ты. Нарисуй свою жизнь, как хочешь ты. Пиши свою жизнь, как хочешь ты. Создавай свою жизнь, как хочешь ты. Проживи свою жизнь, как хочешь ты. Путь к успеху в жизни может быть крутой, Если рядом друг твой и наставник твой. Если помнишь ты своих учителей, Если ты живешь с добром и для людей. Начинай с улыбки каждый новый день, Забудь про боль печали и пролив. Своим целям без сомнений и ошагай. И с успехом вместе дружно. И с успехом вместе дружно. Нарисуй свою жизнь, как хочешь ты. Напиши свою жизнь, как хочешь ты. Измени свою жизнь, как хочешь ты. Поживи свою жизнь, как хочешь ты. Напиши свою жизнь, как хочешь ты. В этой жизни все возможно, так и знай. Лишь божьих заповедей ты не забывай. Нарисуй свою жизнь, как хочешь ты. Нарисуй твою жизнь, как хочешь ты. Поживи свою жизнь, как хочешь ты. Браво, Сергей, супер! Отлично! Благодарю! Ну что, наш эфир супер получился. До встречи в Нур-Султане, до встречи на тренингах и на балу. На сегодня будет вечером. Я благодарю вас. И если я приглашу вас к себе на эфир, придете? Ну а почему? Я не откажу. Благодарю всем, кто нас сегодня смотрит. Нас уже 13 зрителей. Огромный пламенный привет. Ребятушки, всем счастья, здоровья, успехов. Пусть вас благословит Господь. Пусть у вас все получается. И я не стесняюсь, всегда говорю, слава Богу за все. Потому что это Он творит нашими руками, Он творит нашими сердцами. Без Него мы не можем ничего сами. Поэтому слава Богу за все. Удачи всем. Успех вместе – это круто. Успех вместе. Успех вместе – это мое. Все. Счастливо. Пока-пока. Сохраните эфир. Мне кажется, будет интересно людям посмотреть. Сохраняю.